Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Добро пожаловать на еженедельные уроки по главам Тора. Недельная глава Шмини, которая будет посвящена наш сегодняшний урок, во второй своей половине приводит законы кашрута, а точнее законы, какие животные являются кашебными, какие некашебные, рыба, птица, насекомые, как и что можно кушать. Теперь построить урок по этим законам или человек, соблюдая кашрут, тогда он скажет, что я уже так соблюдаю, я все знаю. Если человек не соблюдает кашрут, навряд ли просто так его можно переубедить, он уже тоже все знает. И тем не менее, на мой взгляд, я могу поделиться очень интересной информацией, которая объясняет, и какую бы группу вы себя не причислили, я надеюсь, этот урок будет вам полезен и информативен. Для начала маленького вступления, все эти законы, опять-таки во второй части нашей недельной главы, начинаются со слов, что Бог говорил Мойше и Аарону, передать еврейскому народу, вот животное, которое вы будете кушать, кстати, когда в Торе написано, вот, Мойше и Аарон, они действительно показывали евреям всех этих животных, всех этих птиц, то есть они доходчиво просто показывают, это можно, это нельзя. А потом слово животное, комментарии, которые объясняют Раши и Раши, они говорят, слово животное, так можно сказать, с большой буквы написано. Несмотря на то, что в святом языке нету больших букв, но что иногда в Торе происходит, лишняя, лишняя буква делает, как будто подчеркивается это слово. И в данном случае, когда написано хая, это одно из слов, которое многие из вас знают, даже если вы не живете в Израиле, есть такое женское имя хая, хая это животное, но там, потому что написано почему-то в Торе, ага хая, то есть как бы, если так можно сказать, животное с большой буквы. И Раши, наш знаменитый комментарий Раши, приводит Медреш. Животное, и в русском языке тот же, имеет в себе корень жизни. Хая, это слово хаем, жизнь. Говорит Раши, это предисловие всей этой главе, о которой рассказывают все эти законы, эти законы нам даны были Богом, потому что Он хочет, чтобы мы жили, чтобы наша жизнь была лучше, и жизнь в этом мире, и точно так же жизнь в будущем мире. Поэтому как бы начинается вступительная фраза, с которой начинается законы Кашрута. Закон Кашрута начинается со слова жизнь. Это очень интересно. Причем, я специально подчеркнул, не только жизнь в будущем мире, все люди думают, что вся религия в целом, она далека от всего мира, все про будущее, это про будущее, мы живем сегодняшним днем. Интересно, что глава, опять-таки эти главы, эти законы начинаются не с того, что нельзя, не с законов, что запретил нам Бог, а наоборот. Начинается глава, вот что можно кушать. То есть сразу, когда дело касается животных, акцент не ставится, побольше запретить, а наоборот. Надо обращать внимание, что нам да, можно, и что разрешено, во-первых. Во-вторых, есть очень интересный Иерусалимский Талмуд. В Иерусалимском Талмуде есть очень интересный отрывок, который цитируется в классической книжке Мессалати Шарим, даже, несмотря на то, что сам вообще Иерусалимский Талмуд, к сожалению, редко его обычные шиботники учат, в отличие от Вавилонского Талмуда, Иерусалимский Талмуд, это более сложная книга. Но есть его отрывки, которые цитируются в других источниках. И Мессалати Шарим, это классическая еврейская книга, написанная Ромой Шаха Млацата, которая буквально, ну, в любой Иерусалиме вы ее найдете. Он когда рассказывает о том, как человек должен расти духовно, цитирует вот этот отрывок Иерусалимского Талмуда. Там написано, что человек после 120, когда он поднимется на небеса, его спросят, если у вас была возможность получить какое-то кошерное, я подчеркиваю, кошерное наслаждение, и вы его не получили, то есть, например, фрукт, кошерный хороший фрукт, который вы могли бы скушать, и почему-то решили не кушать, вас спросят, почему вы его не кушали. Представьте себе, так комментарии объясняют, родители приготовили своему сыну, сын когда-то приехал, и родители приготовили, мама приготовила такой специальный ужин, и почему-то он, знаете, вот это блинчики, он что-то не кушает, что ты блинчики не кушаешь, я же тебе их приготовил, вкусные блинчики. То же самое Всевышний после 120 написано, спросит, если одно можно было, почему же ты это не съел. Теперь в той же книжке Мессилат и Шарим, он задает вопрос, в других местах написано, что не надо лишнее кушать, не надо излишество, даже когда оно разрешено, то есть, должен быть, конечно, баланс, пожалуйста, после этого урока не бросайте сразу все, и ищите все те вещи, которые вы забыли покушать, но в целом идея, что Бог как минимум не против, давайте скажем так, чтобы мы наслаждались этим миром. Наоборот, как любящий отец, начинаются все эти законы со слова жизнь, животное от слова жизнь, которое можно и нужно употреблять в пищу. Это небольшое вступление, еще одно вступление, тоже интересное вступление, в книге Зор, это каббалистическая книга, приводится, учителя основе, приводится, что в мире все, что существует в мире, имеет необходимость и причину, зачем Бог это создал. Когда Бог создается, посмотрите, недельная глава Берешит, полгода уже прошло, как мы это учили, в недельной главе Берешит, Бог, когда после шестидней творения, сказал и увидел Бог все, что Он сотворил, и было очень хорошо. Товмеот, это идеально, замечательно. И Зор говорит, все, что вы в мире видите, оно нужно, и оно хорошо. То есть, свинья, букашки, все эти запрещенные вещи, от того, что они запрещены, для того, что они нужны, может, для этого они и созданы были, что нам дать право выбора. То есть, нет такой вещи, плохие вещи, хорошие вещи, все, для чего-то Бог это создал. Это одно другому не мешает. Есть вещи, которые мы можем, и имеем право кушать, есть, которые мы не можем, но они существуют. Это маленькое вступление. Теперь, есть разные подходы к этим законам Кашрута. Опять-таки, этот урок не посвящен самим законам как таковых, есть очень многие законные книги, не этому посвящен урок, но подход именно как объяснить эти запреты, почему действительно Бог их запретил. первый, самый простой подход и самый, на мой взгляд, самый важный подход, мы соблюдаем Кашрут, просто потому, что Бог так сказал. Мы, да, понимаем, не понимаем, очень многие комментарии, считая, что Кашрут, это хок. Хок, это значит необъяснимые законы, даже несмотря на то, что мы немножко можем объяснить, но не сравнить с Мишпатым, когда нам законы, что нельзя воровать, нельзя красить, нельзя убивать, насиловать, законы, которые логические законы, эти законы Кашрута простой, как говорится, простой смертный, бы сам до них не додумался. Хок, Всевышний запретил. Итак, я не кушаю это, 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 потому что Бог сказал, что я не могу это кушать. Более того, более того, Раши, не в нашей недельной главе, не в начале, он говорит, что человек не должен говорить, что я, я не кушаю, например, я не кушаю, например, кроликов, потому что, фу, какая гадость, как это вообще можно кролика кушать, это как дохлая кошка, как вообще это можно кушать, фу, нет, не надо себя убеждать, что оно невкусное, я не буду уже говорить о других видах некошерной еды, да, они могут быть вкусные, я это не кушаю, не потому что они вкусные, оно может быть таки вкусное, просто Бог это запретил, поэтому, когда человек проходит мимо некошерного ресторана, например, действительно, не надо даже изменять за выражение, не изменяйте за выражение, вкусно пахнет, оно вкусно таки пахнет, не надо бояться и стесняться, люди как бы бояться, какой, ну как-то можно сказать, что свинина вкусно пахнет, как-то, нет, говорит Раши, знаете, Раши, это хороший источник, да, Раши говорит, что, да, я не против сказать, что оно вкусно пахнет, хорошо пахнет, Бог мне это запретил, поэтому я это не кушаю, поэтому, первый, это важный подход, мы не должны убеждать себя и других, что это вредно, это плохо, это невкусно, оно может быть вкусно, оно может быть полезно даже, многие люди это кушают, да, посмотрите, что китайцы кушают, и миллиард людей это кушают, наверное, не так оно все вредно, да, и тем не менее, мы не должны обязательно говорить, что мы не кушаем летучих мышей, потому что они такие гадкие, мерзкие, может, они даже и вкусные, я никогда не продавал, не собираюсь, Бог запретил, это первое простое, очень такое классическое, простое объяснение, основная причина, почему мы соблюдаем законы кушаюта, потому что Бог, который знает, что такое жизнь, и что для нас хорошо, что такое плохо, по какой-либо причине, вкусно, невкусно, Он нам это запретил, это первое объяснение, теперь, конечно, входит в это объяснение, что Бог, как говорит, книга Хинух, книга Хинух говорит, что Бог, как являющийся самым великим врачом, как говорится, Он-то знает, что для нас полезно, и что не полезно, то есть, соответственно, конечно, Бог знает, что для нас лучше, то есть, не просто так, Бог решил поиздеваться над нами, это, особенно, как я вам уже сейчас рассказал, Он создал все эти вкусных раков, и кроликов, и потом их запретил, понятно, что есть причины, и это хорошо, это нет, так, первое объяснение, далее, есть подход, великий комментарий, который действительно говорит, что просто это, это действительно вредно, есть такой подход, что действительно для здоровья это вредно, и поэтому Бог это запретил, более того, особенно, когда касается, например, мяса с молоком, можно какие-то объяснения, это очень-очень интересный подход, но, огромное количество комментариев, категорически его отрицают, во-первых, как я уже сказал, миллиард китайцев кушают летучие мыши, всю эту гадость, они хорошо живут, все спокойно, конечно, можно сказать, что у них организм другой, это очень тяжело, это объяснить, во-вторых, морал, знаменитый морал из Праги, он приводит к замечательному объяснению, доказательству, есть такой закон, который редко встречается, но, есть такой закон, что если вы зарезали, кошерно зарезали, сделаешь шхиту, беременной корове, значит, есть корова, которая, если они же в вас, кстати, тоже 9 месяцев, у крупного рогатого скота, в Талмуне написано, что 9 месяцев беременность, и вот конец 9 месяца беременности, там уже вот-вот на подходе, и вы берете нож, вы ее зарезали, и потом, после того, как ее зарезали, у нее рождается теленок, по законам Торы, и не только Торы, там мудрецы, там некоторые вопросы, может, они да запретили, не запретили, но точно по законам Торы, этот теленок, который бегает, прыгает, он уже зарезан, поскольку мы зарезали его маму, когда он полностью находился в ее отробе, он является полностью зарезанным, вы можете его кушать, вот таким, как он есть, Без шхиты, без ничего Вы можете его топором зарубить Он Его хейлов, даже хейлов, его жир Который в обычном животном Хейлов это карет, это самое страшное Это кровь и вот этот жир Обычного животного, это хуже, чем просто Некошерное Это страшный запрет, это кушать У него, без проблем, можно кушать Говорит морал Как вы можете объяснить, просто с точки зрения Медицины, что вот у вас получается Два теленка, один теленок Просто родился Там написано, что кровь его нельзя ни в коем случае кушать Вот эти жиры ни в коем случае не закушай Бог запретил, запретил, запретил Вот рядышком стоит, такой же внешний, как он теленок Просто ему повезло Его как бы зашхитовали до того, как он родился И там все можно кушать Если подходить с точки зрения, как говорится, медицины Очень тяжело поверить Что это полезно и это вредно Поэтому морал Я видел об арбанел, многие комментарии Категорически отвергают Этот подход Насчет медицинский, говорится, подход Это не значит, как и все подходы в иудаизме Которые, ну, основаны на великих комментариях Есть разные объяснения Да, можно Есть так, повести так Но, опять-таки Не единственный этот подход Скажем так, что Не только с точки зрения медицины Следующее объяснение Тоже очень важное объяснение Которое надо, чтобы лучше понять Надо маленькие вступления Есть в конце, там написано Знаменитая фраза Многие из вас ее слышали Не хлебом единым жив человек Эта фраза Не себя не ошибаюсь Мы на наших уроках Даже ее обсуждали По-простому Что такое не хлебом единым жив человек Можно еще маслом намазать И еще кусочек мяса съесть Ну, не хлебом единым Если вы посмотрите Конец этой фразы В конце этой фразы Написано не хлебом единым Но и словом Господа И Аризал И многие комментарии Объясняют Что в еде Есть пища для нашего тела То, что называется Гашмиют Физическая пища В еде есть Духовная пища для нашей души Теперь Точно так же Как сто или двести лет назад Точно двести лет назад Люди не знали Что есть такие вещи Как витамины Это заняло время Как они увидели Действительно Что вот есть такая вещь Как витамины Которые Первый раз Мы не обращаем внимания Потом люди поняли До или после Что есть сахар Углеводороды Жиры и так далее Люди Тысячи лет Это кушали Все работало Потом они обнаружили Усмотрите Оказывается Есть витамин А Б С И так далее И медицина Находит Науке Находит все новое Я вам расскажу Вещь Которую Наши мудрецы Нас учат Значит это правда Даже Может просто Медицина и наука Еще до этого не дошла Но есть В еде Кроме физических Вот этих Углеводородов И жиров И сахара Есть Духовная пища Возможно Просто В невооруженном Глаза Вы не увидите Простой доказательство Что когда человек Не кушает Почему-то Его душа Тоже теряет То есть Несмотря на то Что тело Я понимаю Что тело Он Худеет Но почему Человек умирает Оказывается Значит Душе Тоже нужна Какая-то еда И когда мы Кушаем В любой еде Кошерной Или не Кошерной Наша душа Тоже Принимает Через эту еду Какую-то Какую-то еду То есть Силу И тут Это уже более Такой классический Пример Тут мы уже не знаем Что для нашей души Это хорошо Что для нашей Души плохо Интересно Что запрещенная еда В Торе Она называется Таме Таме Это не просто Запрещенная Что ассур Таме Это духовная нечистота Тмея И С другой стороны Когда закон Приводятся законы Там например Законы В главе Межпатим Написаны Когда Тора Говорит Что надо соблюдать законы Не кушать Мертвое животное Написано Аншей Кадош Будьте святыми людьми Теперь Святость И таме Противоположие Святости Духовная нечистота Связана С кошерной Некошерной едой И это более Важный Более такой широкий Обзор Который я хотел коснуться Что в еде Кроме Медицинской Какой-то Точке зрения Вредно Не вредно Хорошо Не хорошо Для нашей души Всевышний сказал Что это хорошо И это не дай бог плохо И здесь Очень интересно Есть важное объяснение Кстати Рамбан Очень интересно Рамбан Великий Нахманит Он объясняет Он говорит Смотрите Например Птицы В геморре написано Что любая птица Которая Когда кушает Разрывает Своими Лапами Ногами Лапами Еду Она не кошерная Дорес То есть птица Которая клювом Кушает Она обычно кошерная Любая птица Которая там Специально У нее Палец Сбоку Сторчит Значит она уже Не кошерная Потом написано Рамбан тоже говорит Что среди кошерных Животных Они должны быть Парнокопытными В отличие от людей От Извините От всяких там Тигров И Страшных животных Которые Лапы имеют И что они Что-то рвут Режут Потом они Топчут Которые Непарнокопытные Все Парнокопытные Животные Несмотря на то Что они могут быть Очень большими И страшными Это может быть И зубр И бизон Большинство из них Являются кошерными Жираф Является кошерным Они могут быть Очень большими Но они Если так можно сказать Добрые Если так можно сказать Сравнительно И Рамбан Объясняет Все их Как оно влияет На наш характер Теперь интересно Что Рабмой Шафанич Великий Рабмой Шафанич Немножко удивился Зачем Рамбану Объяснять Все эти вещи Если то рассказал То рассказал Однако Рамбан Пытается это объяснить Но опять таки Если внимательно Прочитать комментарии Рамбана Он не говорит С точки зрения Как бы медицинской Полезно или вредно Он говорит О нашем характере То есть Это духовность То есть Животное Опять таки Мы не будем вдаваться Каждую птицу Богу видней Но Бог знал Что если человек Будет Еврей Будет кушать Некошерную еду Это будет вредно Это будет вредно Сказываться На его характере И тут Знаменитое вложение Тимтума Лев Тимтума Лев Это словно перевести Это как бы Закупоренное сердце Киморо говорит Что не дай Бог Когда человек Кушает Некошерную еду Причем Тут что еще Страшно и опасно Даже если он кушает Нечаянно Грех Обычно грех Если например Человек согрешил Он согрешил По ошибке Обычно Это не так страшно Это конечно неприятно Мы на прошлом уроке Объясняли Что если человек Согрешил в субботу Ему надо принести Будет что-то приношение Но все-таки Нечаянно Некошерное Съеденное что-то Даже если было Что-то нечаянно Но Тимтума Но вы съели яд Вы съели Духовный яд Более того Некоторые даже Поднимают вопрос Что будет Если человек По своему Состоянию здоровья Должен кушать Что-то некошерное Влияет ли на него Негативно Это некошерное Потому что для него С точки зрения Тора Он может И должен И обязан Это кушать Для него Например Надо выпить стакан крови Иначе там Какая-то такая болезнь Он должен это выпить Но Но многие очень говорят Он конечно может И должен Однако Кто его знает Как оно влияет На его душу Надо Обязан сохранить Своё тело Но Даже Когда человек Обязан Что-то съесть Некошерное Оно может влиять Тем более Когда люди Кушают Некошерное Это влияет Очень негативно На их души Рухаим приводит И многие комментарии Приводят Что большинство Людей бывает Такое что Хороший Нормальный человек Все евреи Хорошие Все евреи Нормальные Ни в коем случае Я не делю евреев На чёрных и белых Но мы говорим Евреи религиозные Хорошие евреи Близые к Богу Богобоязвенные И вдруг Ни с того Ни с сего Особенно Когда это Не дай Бог Это подростки Бывают Дети Что-то Как с ума сошёл Вдруг Ничего Такие глаза Тусклые Глаза Молитва Не идёт Если человек Сидит Вешев Что-то У него Не учится Что случилось Иногда Я не говорю Что всегда Но иногда Может что случится Не дай Бог Он что-то Некошерное Ты думала У него Закупориваются Его духовные Каналы И не идёт Это не значит Что ты всегда Человек там Утром просыпается Проспал Смотрит на будильник Ой ужас Я очередной раз Проспал А то всё плохо Но я думаю Что-то мне жена Некошерная Вчера дала Потому что Сегодня Как-то у меня Не идёт Не обязательно Но иногда Такое может случиться Великих Самсойф Великие Другие комментарии Говорят Что большинство Людей Которые стали Опекорист Которые Отошли От Торы Это началось С того Что они кушали Что-то некошерное Потому что Ихняя душа Наша душа В целом Простая Еврейская душа Так вот Мы созданы Как мы запрограммированы Мы должны быть хорошими По отношению к Богу Мы должны всё соблюдать Мы должны хотеть Природно Хотеть соблюдать Эти законы Торы Если человек Почему-то Вот у него Когда он пытается Даже соблюдать Эти законы Он чувствует Как будто Как надо С собой бороться Очень часто Может быть Что-то у вас С душой не то Может быть Это испытание Необязательно В никаком случае Но надо быть Очень аккуратным И поэтому Когда мы Касаемся Вообще Вопросов Иудаизма Представьте себе Что есть человек Который хочет Действительно Еврей Вот Он всего-то был далёк И он говорит Знаете Действительно Я не могу Сразу всё начать Соблюдать Это нереально У нас есть 613 Мецфот Мы не можем Ему сказать Всё, всё, всё Давайте Это, это, это Суббота Праздники Цицит Тефилины Всё Законы кашрута Очень-очень важно Поставить В главный список Потому что Пока человек Да Пока он кушает Некошерное Он сам себе мешает Понимаете Его душа Не может Полностью Работать Когда он Перейдёт на Кошерную Диету Ему легче будет Всё остальное Соблюдать С другой стороны Если они Ведут полностью Нерелигиозный Образ жизни К сожалению То, что они Кушают На них Они влияют И мозги Когда я говорю Мозги Это значит Туша Работает Действительно По-другому Как я вернёмся Всё-таки К нам У нас Интересно Это недельная Глава Шмини Обычно Если не Высокостный Год Она выпадает Сразу После Песаха В этом году Это Высокостный Год Всё У нас Немножко Сдвинут Но она Выпадает Сразу В преддверии Песах То есть Интересно Что Недельная Глава Кашрута До Нас Кашрут На Более Таком Высоком Уровне Нам Запрещают Кушать Торо Запрещает Нам Кушать Хамец И тут Тоже Аризал Великий Аризал Говорит Что Человек Который Весь Песах Не кушал Ни крошки Хамец Вот Ничего Ничего Он Весь год Не будет Грешить Тебе Задётся Вопрос Подождите Любой Человек Который Грешит Получается Он Кушал Хамец И Как Это Работает Я Не знаю Точно Как Оно Работает Но Оно Точно Поможет Понятно Что Человек Всё Есть Свобода Выбора Если Даже Он Ничего Не кушал Весь Песах Он Может Глупости Делать Весь Год Но Вот Этот Хамец Это Символ Нашей Царе Наших Дурных Побуждений Теперь Посредине Года Мы Должны Быть На Таком Очень Высоком Уровне Чтобы Ничего Ничего На Нас Не Влияло Бог Разрешил Нам Очень Много Чего Кушаем Мы Можем Вкусно Кушать И так Далее Песах Который В Израиле Идет 7 Дней Диаспори Восьм Но Песах Неделя Одну Неделю Мы Должны Перейти На Эту Строгую Диету Это Если Знаете Представьте Что Машину Иногда Надо Раз Год Надо Машину Задать Механику Прочистить Промыть Это То Что Мы Делаем С нашей Душей На Песах На Песах Нашу Душу Надо Это Причем Неделя Интересно Что Человек Без Еды Может Прожить Неделю Да Бывают Исключения Но В целом Некоторые Могут Не дожить Но В целом Человеческое Тело Практически Оно Может Неделю Быть Без Еды Это Значит Что То Что Мы Кушаем Как Неделю В нашем Организме Хранится Более Не Менее Значит Если Мы Неделю Перешли На Эту Строгую Диету Без Хомоца Получается Мы Прочистили Нашу Систему От Ейцерары Потом Можно Следующий Целый Год Теперь Можно Кушать Все В Порядке И Так Каждый Год Раз В Году На Песах Надо Было Не Очень Можно Конечно Подчеркнуть И так Далее И Теперь Когда Мы Да Соблюдаем Кашут Когда Наша Душа Действительно Чистая Теперь Мы Становимся Действительно Святыми Людьми Зоар Очень Многие Люди Сейчас Популярно Кушают Читают Кабалу Читают Кабалу Некоторые Не соблюдают Кашут Но Кабалу Не читают Так Вот Для тех Люди Которые Любят Кабалу Взор Написан О Даниэле Даниэле Это не пророк Он Может быть Даже Был пророком Но Он Просто Был Святой Человек Который Очень Был Близок Богу И так Книга Даниэль Один из Эпизодов Этой Книги Знаменит Что Когда Навухаднецар Его Начали Книги Он Приходит Навухаднецар И Ему Давали Некошерную Еду Он Жил На ухаднецар И Он Отказался Категорически Отказался Кушать Что-то Некошерное Потом Дальше Приводится Когда Его Бросили Когда Его Бросили В яму Со львами С ним Ничего Не Случилось На него Там Я Обвенчали Сказали Что Он Такой Плохой И Его Такие Бросили В яму Со львами И Ничего Не Случилось Были Голодные Львы Говорит Зор Как Это Произошло Чудо Конечно Чудо Говорит Зор Что Человек На самом Деле В другом Месте Написано В Талмуде Это Написано Человек Был Создан Таким Образом Посмотрите Нас Должны Животные Бояться Весь Животный Мир Нас Должен Бояться На самом Деле Человек Может Ити В джунгли Его Никто Трогать Не Будет Если Человек Но Он Должен Он Должен Нас Создали По Образу И Подобию Всевышнему Что Всевышнего Я не до конца Могу вам объяснить И до конца Сам Понимаю Что это Значит Что-то Божественное В каждом Еврея В каждом Человеке Есть Какой-то Элемент Что Божественного Не Дай Бог Не Говорит Что У Бога Есть Не Дай Бог Конечно Лицо У Бога Есть Хас В Шалом Но Вот Эта Святость Давайте Назовем Это Святости Нас По идее Должна Охранять От всего Никакие Тигры Никакие Шакалы Если Настоящий Человек Зайдет В лес Никто Его трогать Не будет Проблема В том Что Животное Это уже Гемороговый Животное Не видит Гомо Сапиенса Животное Видит Если Человек Не Человек С большой Буквы Поэтому Происходят Эти печальные Истории Так Даниэль Говорит Зор Почему Даниэль Удостоился Что у него Да Было Это Целым У него Было Действительно Подобие Святое Потому что Он соблюдал Кашрут Потому что Ему было Тяжело И он соблюдал Кашрут Я не могу Гарантировать Что все Из нас Кто полностью Соблюдал Кашрут Могут Теперь идти С львами С дикими Львами Дружиться Я не гарантирую Но интересно Мы тебе Лучше Понимаем На нашем Человеческом М языке Что делают Эти законы И не дай бог Что происходит Когда мы Не соблюдаем Еще один момент Тоже с разными Законами Кашрута Насколько это важно Есть интересный закон Что По законам Торы Женское молоко Любое Человеческое молоко Женское молоко Является Кашерным Не важно Кто это Женщина Да Еврейка Это Не еврейка Вообще Ваше вопрос Человеческое мясо Оно точно Не полностью Запрещено Человек Это не животное Есть вопрос Почему его Не закушать Соответственно Конечно Мы не каннибал В никаком случае Но точно Уж Человеческое молоко 100% Кашерное Поэтому Глэггеморо И приводится Шулханарух Если там У еврейской мамы Нету Например молока Она может взять Любую кормилицу Любой национальности Если это Еврейское Не еврейское Человеческое молоко Оно кошерное У других животных Оно зависит Или само животное Кашерное Кашерного животного Кашерное молоко Некашерного животного Некашерное молоко То есть Теоретически Может быть даже Корова Если у коровы Там отломали Поломали ей ногу И она стала Некашерной Ее молоко Тоже становится Некашерное Но Человеческое молоко Кашерное И потом Приводится Приводится Рамов Шулханарух Однако Нежелательно Ребенку давать Молоко Не еврейской Женщине Откуда Дается Это закон Из кошерное Кашерное Потому что Мойширобейну Мойширобейну Когда Если вы помните Его Привели К египетской Кормилице Он отказался Его кушать Это молоко Комментарии говорят Потому что Те уста Которые Потом будут Говорить Сашхиной С Богом Ему Не надо было Кушать Не надо было Кушать Некашерное Оно кошерное Но не настолько Кошерное молоко Еще один момент Приводится Был Такой Печально знаменитый Опикойрис Он кстати Был великим Равином Сначала Потом он полностью Отошел От пути истины И у него Были великие Ученики Рабмейр Великий Рабмейр Наш Рабмейр Балнесто Был один из Его знаменитых Учеников Который потом Его доставал Из ада Его звали Элыши Бенаву Его Гемор Его Обычно Называют Ах Посторонником Как он Получился Такой Великий Равин Такой Великий Равин Несторонес Такое с ним Случилось Приводится В Иерусалимской Опять-таки В Иерусалимской Интересной Талмуде Когда Его мама Была им Беременна Она Что-то на нее Нашла Есть Очень плохо Ей срочно Надо было Что-то скушать Она скушала Что-то Некошерное Теперь Она должна была Это сделать Но в него Что-то Вошло Нехорошее Был Какой-то Этот Элемент Все было Все было Хорошо Все было В порядке В нем Был Какой-то Элемент Негативный Его душа Какая-то Была Испорчена Опять-таки Это не Знаешь Человек Когда Что-то Некошерное В детстве Кушал Как оно Что Я не Бог Мы не Знаем Как оно Работает Но мы Видим Важность Законов Кошрута Особенно Когда Это Касается Детей Приводится Что Если Матерь Кормящей Матери Надо Чтобы Было Некошерное Кушать Пусть Она Не Кормит Ребенка Это Новый Уровень После Что Я Рассказал Что Есть Которые Говорят Что Это Зависит С точки Среди Медицины Многие От этого Отрицают Некоторые Говорят Что Бог Сказал Некоторые Говорят Что Это Влияет На Нашу Душу Для Детей Особенно Когда Маленькие Дети Законы Стандарты Кошрута Должны Быть Более Высокие С одной Стороны Теоретические Дети Они же Добр Митцы Они Могут Кушать Все Что Хотят Приводится В былые Времена Когда Нечего Нечего Было Кормить Детям Давать Давали Дети Отдавали Соседям Неевреям И Неевреям Давали В Пейсах Им Хамет Приводится Как Это Делается Есть Другого Выгода Нет Но Но Когда У человека Слава Богу Мы Живем 21 веке У нас Есть Я не знаю В каких Общинах Вы живете Особенно Для Детей Стандарты Кошрута Должны Быть Более Высокие И Для Нас И Для Нашей Дети Почему Потому Что Мы Хотим У нас Есть Наша Душа Все Мы Пытаемся Мы Пытаемся Кушать Вещи Которые Не Вредят Нашему Телу Да Конечно Мы Любим Покушать Сладкое Жирное Все Мы знаем Знаменитые Шутки Когда Человек Заказал Себе И Это И Это А Потом И Пожалуйста Диетическую Соду Стараемся По Мере Возможности Соблюдать Диету Чтобы Не Портить Свой Организм Всевышний Сказал Для Нашего Для Нашей Души Вредна Опять Таким Мы Соблюдаем Кушу Потому Что Так Надо Соблюдать Но Чтобы Мы Лучше Глубже Поняли Это Основы Нашей Жизни Физической Жизни Нашей Духовной Жизни При Дверии Праздника Песах Мы Надеемся Что Действительно Что Мы Достоились Достоин Сказал Резал Что Мы Достоин То Что Евреи Друга Желают Хак Кошер Весамех Этот Шаббез Мы Будем Читать Главу Ходэш То есть Мы Будем На следующей Неделе Будем Благословлять Ходэш Несан Дай Бог Действительно Чтобы Это Был Месяц Избавления И Чтобы У нас Был Опять Таки Хак Кошер Весамех Я Надеюсь Кстати Начать Кроме Наших Стандартных Еженедельных Уроков О Недельных Главах Тора Будет Возможно Я надеюсь И кроме 60 Вот эти Маленькие Уроки По 60 Секунд Будут Еще Короткие Уроки О Именно Законах Песоха Имейте Ввиду Следите И Еще Раз Всего Хорошего Всех Благ Спасибо За